Еще 25 декабря кружка чая стоила 50 рублей, поехал турист, ее цена взлетела в три раза. И так по многим позициям. Почему в общепите и продуктовых магазинах в Красной Поляне резко подняли цены? Этот вопрос логично задавали отдыхающие, есть претензии у властей Сочи. По итогам нашего новогоднего штаба вице-губернаторам было высказано мнение о том, что многие предприниматели реально завышают цены. А это негативно сказывается на отношении в целом к городу Сочи и к курорту Красная Поляна. По словам коммерсантов, резкий скачок цен в их заведениях не говорит о жадности или желании заработать сверхприбыль на отдыхающих. Появилось ряд факторов, из-за которых цены и пошли в рост. Просто сходить в магазин, купить продукты на ресторан. Простите, ценники были раза в три больше точно. Мы листья салата покупали больше, чем за 560 рублей, вот одну упаковочку. Себестоимость товара в общепите, по словам рестораторов, поднялась еще и по одной причине. Десятидневный запас продуктов питания, который необходимо было сделать на новогодние праздники, в таком большом объеме, оказывается в Красной Поляне негде хранить. Из-за этого некоторым даже пришлось идти на нарушение. В итоге заплатили штрафы. Законный вариант выхода из ситуации оказался не менее дорогим. Решение этого вопроса было найдено на совещании. К следующему году в Красной Поляне будут созданы собственные базы хранения. Как это будет выглядеть, обсудят совместно арендаторы и владельцы горнолыжных курортов. А вот другая проблема, которая, по мнению коммерсантов, не меньше влияет на стоимость услуг, требует вмешательства краевых и федеральных властей. Речь идет о стоимости проезда в электричках. Этот вид транспорта используют не только отдыхающие, но и работники отелей, ресторанов и небольших точек общепита. Эти расходы по законам рынка также входят в конечную стоимость той же кружки чая. А с начала этого года цена на билеты в Ласточке взлетела в 4 раза. Ко мне сюда никто не придет работать без размещения дороги. И поэтому минимальный ценник, в который закладывается не только цена, чая за 5 рублей себестоимость, закладывается уже все. То есть тут все взаимосвязано. В итоге затраты владельцев отелей и точек общепита на проезд своих специалистов в Ласточке из Сочи до Красной Поляны на одного человека в месяц сейчас обходится почти 17 тысяч рублей. Это в среднем 40 поездок по 422 рубля. Чтобы уменьшить эту составляющую себестоимости услуг на горнолыжных курортах, коммерсанты предлагают ввести систему скидок. Кстати, в Европе, например, где также есть горнолыжные курорты, скидки действуют давно и довольно успешно. К примеру, в Баварии единый билет на целый день без ограничений поездок в железнодорожном транспорте стоит уже несколько лет 23 евро по нынешнему курсу. Это почти 2000 рублей. Если вы едете вдвоем, то цена поднимается не вдвое, как у нас, а всего на 5 евро. А если это групповая поездка, к примеру, 5 человек, то на каждого единый билет будет стоить всего 8 евро 60 центов. В переводе на российскую валюту компания заплатит 3750 рублей. На «Ласточке» такая же групповая поездка, только туда и обратно, к примеру, из Краснодара до Красной Поляны на электропоезде обойдется почти в 10,5 тысяч. На совещании принято решение обратиться в администрацию Краснодарского края и компанию «РЖД», которая отвечает за регулирование цен на этом виде железнодорожного транспорта с предложением ввести систему скидок на проезд в электропоездах. Подняли вопрос и с классификацией гостиницы и отелей. По законам Российской Федерации все средства размещения в Сочи должны иметь звезды, но проверки показали на деле не так все хорошо. К примеру, вот этот гостевой дом «Березка», как показала проверка, оказывает услуги незаконно. У вас объект функционирует без классификации. Вы знаете об этом? Да, конечно. Вы знаете о том, что это незаконно? Да, конечно. Сегодня разговорный участок был. У вас сейчас проживают люди? Да, конечно. Значит, мы сейчас вызываем Роспотребнадзор и придется, наверное, закрыть ваш отель. И таких отелей, которые закроются в ближайшее время до получения звезд в Красной Поляне, обнаружили около 30. Нарушители законодательства также ждут немалые штрафы. В мэрии предупредили коммерсантов, но курорте международного уровня никому не позволят оказывать услуги по принципу «кота в мешке». Елена Всецина, телекомпания «ФКТ».